Музыка Предназначены для сокращения длины пробега самолёта после посадки и применяются совместно с другими тормозными устройствами, которые имеются на воздушном судне. Это вот такие вот специальные посадочные парашюты. Именно о них сегодня и пойдёт речь. Меня зовут Асем Хасян Кузе. Это программа «Мэйдники З». Сегодня узнаем, как же в Казахстане производят эти такие полезные устройства. Поехали! В современной авиации широко известны три способа торможения. Это реверс тяги двигателя, тормозной парашют и колёсные тормоза. Принцип действия последних почти не отличается от автомобильных. Единственная сложность состоит в том, что тормоза колёс самолёта при торможении должны поглотить огромное количество энергии, в особенности при торможении тяжёлых типов самолётов. Тут им на помощь приходят тормозные парашюты. Они быстро заполняются набегающим воздухом и резко тормозят судно. Первый в истории самолёт с тормозными парашютами представил Советский Союз в 1930-х годах. Использование технологий расширилось во время и после Второй мировой войны. Итак, начинается процесс производства с приёма сырья. Купола изготавливают из капроновой ткани, обладающей высокими прочностными свойствами на основе синтетического полиамидного волокна и ткани на основе синтетического высокопрочного материала из аромидных нитей. Их компания закупает в России. После входящего контроля сырьё отправляется на склад. После, согласно технической документации, необходимые материалы выдаются раскройщику. Этап раскроя – это очень важный этап. Ткань настилают на большие столы, а затем мастер нарезает согласно техническому чертежу, используя лекало, которое ранее сделал технолог. После сотрудники ОТК проверяют качество раскроя деталей из ткани на соответствие требованиям технической документации. А это швейный цех. Здесь, как пчёлки, трудятся более 10 работников. Производственный процесс налажен. Каждый профессионал своего дела быстро и ловко строчит километры тканей. Сначала детали раскроя стачивают, то есть сшивают. И только после проверки ОТК производится непосредственно пошив изделия в заданной последовательности. Итак, детали соединены между собой прочными швами. При пошиве используется специальная армированная нить. После этого в этом же цехе работники производят сноровку строп. Это такие приспособления, имеющие вид каната или троса. Их укладывают в нужном порядке. Осуществляют посадку по длине. Только для основного купола парашюта требуется от 24 до 32 строп. Далее после проверки почти готовые изделия возвращаются швеям на пошив. Одновременно производится пошив изделий, входящих в состав парашютно-тормозной системы. Это камеры, чехлы, звенья, упаковочно-переносные сумки. Готовый парашют проходит полный контроль ОТК и укладывается в транспортировочный ящик, пломбируется и направляется потребителю. Ежегодно столичное предприятие производит 300 парашютно-тормозных комплектов в год, тем самым полностью покрывая потребность Министерства обороны Казахстана и создавая экспортный потенциал данных изделий. По сути, работает экономика простых вещей, то есть замещение импортных товаров на местные с биркой Made in KZ. Открывшееся 7 лет назад предприятие сегодня прочно стоит на ногах и зарекомендовало себя как надежного производителя и поставщика тормозных парашютов. Продукция компании пользуется широким спросом не только в Казахстане, но также за рубежом. Компания отправляет свои парашюты в страны Азии. Это Малайзию, Вьетнам, а также Индонезию, а также ведутся переговоры с Францией. Качественно, надежно, безопасно. Вот так производят в Казахстане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»